Я организатор данного мероприятия. Немножко расскажу о себе. Я с октября 2014 года являюсь сыроедом, 100% без срыва. Я занимаюсь спортом регулярно, здесь на самом деле у меня вообще грех нужно заниматься спортом, йогой и веду здорового образа жизни. Также у меня несколько проектов по здоровому образу жизни и по сыроедению. Сегодня я знаю, среди гостей собрались люди, которые занимаются совершенно разной деятельностью. Кто-то является предпринимателем, я знаю, кто-то является инфопредпринимателем, кто-то врач, кто-то повар, кто-то видеограф и так далее. Кто-то программист даже у нас здесь. И что нас всех здесь объединяет сегодня? Мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить о здоровом образе жизни, о нашем здоровье физическом и духовном, о нашем потомстве, которое мы хотим родить здоровым, о том, чтобы прожить эту жизнь наиболее эффективно и полноценно. И сегодня уникальная возможность, потому что, уникальная возможность и для вас, потому что мы собрали самых лучших спикеров. Сегодня будут выступать люди, которые, ну, не знаю, каким-то чудом, наверное, собрались все на Самуэр. И через несколько дней, некоторые же завтра уезжают по своим странам. И сегодня у нас будет выступать Шла Траматовский. Здравствуйте, пожалуйста. Это сыроед с трехлетним стажем, который сейчас выглядит просто потрясающе. У него есть внуки. Он стоит на голове, он занимается спортом. Сегодня будет выступать Олег Гончаренко. Это врач-сироед. Вообще, врачи-сироеды сейчас, просто по пальцам, можно перечесть и в России, и на Украине, и в зоне. Вот представитель врача. Знаете, кому можно обратиться по медицинским вопросам. Будет выступать несравненная Виктория Рай. Это тренер по иммунию международного уровня. И по женским процессам также. Катя Замел Исак. Красавица нашей профессии по постановке цели и по успеху. Сегодня мы поставим цель здоровый образ жизни. Да, Катя? И к ней сегодня придем обязательно. Также у нас для вас сегодня есть два сюрприза. У нас сегодня будут еще выступающие. Еще один выступающий. Это будет Артур Микаберидзе. Он похудел на астроэйдинге на 60 килограмм. Посмотрите на него, как он выглядит. Еще родил в астроэйдинге и строят его жена детей. Еще, ребята, у нас сегодня будет выступать шеф-повар международного уровня, который является представителем меню для Викассо в том числе. Он проводит тренинги в Европе, в Америке. И вот здесь он сейчас находится нам по без слов. Скоро он улетает на Бали. Это Борис Лаузер. И он сегодня тоже выступит. Борис? Привет! Борис Лаузер. Он будет ковидно-английском. Но мы будем переводить вам. Итак, я предлагаю стартовать и приглашаю Борислава Громаковского, староеда с трех лет и стажем, рассказать о эффективном питании. Влад, прошу. Здравствуйте, меня зовут Влад Громаковский, мне 43 года. У меня трое сыновей и маленькая внучка. У меня есть два бизнеса в Украине. Сейчас я планирую бизнес на самом деле. Инфобизнес немножко. Первое, что я хотела договориться с вами, давайте моты. Все согласны? Комфортно будет? Так. Хорошо, отлично. Как вообще наша обстановка или встреча? Как вам нравится? Только много в тесну, потому что смотрит на этот приятель. Ну, у нас не получалось, потому что камеры ничего не видят. Поэтому мы потом будем наслаждаться в конце вкусняшками. Может быть, вкусняшки еще классные. И видом сюда наш залив. Раз ты сюда пришел, ты уже молодец. И ты стоишь на месте, развиваешься. Тебя интересует образ жизни, здоровый. Давайте поблагодарим себя и поаплодируем. Второе, я хотел поблагодарить замечательную нашу организатору Токира. В этой статье буквально она организовала такое мероприятие. Это будет очень классно, что рыбал с бурбалкой. Также я хотел поблагодарить и поаплодировать Абикасе за то, что они согласились в вызов наставленное помещение. И хозяева Абикасы, Вадим и Константин. И сидит там. Давайте им поаплодируем. Кто знает эффект обезьянки има или что такое критическое масло? Промыдно картошек масло. Знаете, да? Обезьянка има – это такая обезьянка. Ей дали ученые такое прозвище. На японском острове ученые наблюдали за обезьянами. И одна из обезьян начала мыть картошку. Вот есть как сахара картошка, как она называется. Да-да-да. И все кушали грязную картошку, а она почему-то начала кушать ее чистую. Потом она начала обучать маленьких обезьянок. И потом, со временем, резко все на острове обезьяны начали мыть картошку. Когда количество обезьян превысило критическую массу, все начали мыть картошку. Самое удивительное, что на соседних островах тоже обезьяны начали мыть картошку. То есть мы не видели этих обезьян друг друга. Поэтому хотел сказать, что цель нашего мероприятия – создать критическую массу на острове Самуи, ну для начала, в мире. И каким-то образом повлиять на людей, чтобы они задумывались о своем образе жизни, о здоровом питании и так далее. А критическая масса – это квадратный корень из числа популяции жителей или обезьянных. Как вы думаете, зачем здоровье? Долго жить? Долго жить? Очень страшно. Да, да, да. Ну, первое – это достижение цели. Нужна энергия, да, наслаждаться жизнью, получать кайфы в жизни. Надо быть абсолютно здоровым и чувствовать кайф. Анекдот расскажу вам. Так как мы из Одессы, у нас много евреев, есть английский анекдот про Рабиновича. Рабинович пришел к Ребе и говорит, Ребе, да можно курить в субботу? Он говорит, нет, ты что, Рабинович, как можно курить в субботу? Он не курит в субботу, это святой день. Говорит, да, Ребе, говорит, а ты же куришь в субботу? Говорит, да, но я ни у кого не спрашиваю. Вот, поэтому, ну, вопрос, вопрос о здоровье, возможно ли обрести стопроцентное здоровье? Ну, для вас вопрос. Возможно? Возможно, да. Возможно, да. То есть, если мы никого не спрашиваем, мы сами решаем, сами выбираем и сами принимаем решение, быть он здоровым или не быть он здоровым, правильно? А кто здесь сироид? Отлично. Большинство. А кто принял решение о переходе на сироид? В процессе переходе. В конце. А кто принял решение ничего не менять и жить, как большинство людей? Их нет. Все остальные вас держат. Ну, среди нас очень много людей и сироидов, и с большим опытом, чем у меня. И я никому ничего не буду, как бы, учить. Реформации полно сейчас в интернете, в открытом доступе очень много. И кому надо будет, можете в личку написать мне, там, и книжки, и аудиокнижки. Такие книжки, это не вопрос. Поэтому немножко поделюсь своим опытом. То есть, то, что у меня было в процессе перехода на сироидение и так далее. Какие факторы влияют на здоровье? Кто знает? То есть, мы говорим, что нам нужно здоровье, да? Для того, чтобы достигать цели, наслаждаться жизнью. А какие факторы влияют на здоровье? Экология. Экология. Питание. Образ жизни. Сон, отдых, да? Образ жизни. Сборность. Что такое образ жизни? Ну, туда входит, да. А что такое? Набор привычек. Сон, питание, занятия такие же. Режим. Распоряд огня. Ну, контрольный пакет акций – это образ жизни, да? То есть, образ жизни влияет где-то на 55% на наше здоровье. Туда входит что? Ну, как бы я внес туда питание, вода, воздух, психосоматику, физические нагрузки. Да? То есть, 15% еще – это экология, гигиена, да? Это очень важный момент. 15% – это генотип, да? То есть, то, что нам природа заложено, от родителей досталось – это генотип. 10% – важный момент – качественное медицинское обслуживание. Тоже очень важный момент, а кожа растушила. И 5% – отдых сон. Ну, это якобы условно раздел, это сам для себя, ну, как бы исходя из своих наблюдений. А как вы думаете, на что мы можем повлиять? Какие факторы? На все. На все, кроме генома. На все, кроме генома. Да, кроме генома. На все факторы, да. Ключая генотип, тоже сейчас по порядку бывает. Здоровый образ жизни. Можем выбирать, что нам кушать, правильно? Заниматься физическими упражнениями или не заниматься. Мысли мы можем тоже подкорректировать. Есть масса практик. Мы можем тоже разбирать. Экология. Интересный факт. В доме, где мы живем, в 700 раз экология хуже, чем на улице. Все говорят, вот на улице там невозможно дышать и так далее. На самом деле, экология именно в доме, самое страшное, это и больше всего влияет на здоровье, это экология в доме. Это бытовая химия, это средства гигиены, химические все, там, пластики, краски и так далее, и так далее. То есть тоже, опять же, что мы можем выбирать? Мы можем не пользоваться продукцией, которая вредна, да? То есть мы все знаем, там, варили, шмырили, все выкранить и заменить на качественную продукцию. На качественную, натуральную, да. Ну, один из вариантов, это компания Amway. Мы вот с Екатериной вместе работаем в ней и являемся партнерами. Дальше, это генотип. Генотип, если понять, что фенотип. То есть, во-первых, если мы знаем, что у нас по генотипу есть предрасположенность, допустим, там, сердечно-сосудистым заболеванием, и мы берем и курим, да, и не занимаемся спортом, то, соответственно, мы входим в группу риска. Если мы знаем, что у нас, соответственно, и не делаем это, и, наоборот, занимаемся спортом, то, соответственно, мы корректируем его, да, генотипы. И, соответственно, с нашей жизнью у нас вырабатываются фенотипы, из какой понятия. Измененный генотип, правильно я говорю? Да, то есть, это проявленные гены, какие-то гены открыты, какие-то нет. Они могут, какие-то гены включаться, в зависимости от нашего поведения, какие-то выключаться. Витамины очень сильно влияют на генотип, ну, и очень много факторов. Медицинское обслуживание – очень важный фактор, но не как лечение, не как лечение, а именно как диагностика. Для чего диагностика важна для нас? Мы выбираем что-то менять в жизни, менять образ жизни, менять, заниматься физическими возгрузками. Но мы не знаем, что нам подходит, правильно ли мы идем, по тому нам пути идем или нет. Для этого нам нужны показатели. Показатели – это как раз медицинское качественное обследование. Это анализы, обследования. Вот, позже Олег, врач, расскажет подробнее о вариантах, какие возможны обследования и как это делается. То есть мы определяем по обследованию, по анализам, по показателям, правильно ли мы выбрали какой-то путь или неправильно, куда мы идем или не туда. Отдых, сон. Все знают, да, что это важно. Сколько нужно спать? София. В среднем считается 7-8 часов нормального солнца. Опять же, все индивидуально, в зависимости от образа жизни, от энергии, которую мы потребляем. От работы, которую мы выполняем. От работы, которую мы выполняем. То есть очень много партнеров. Когда они спают тоже, это встать. Да, она встать. Ну, и в вопросе энергии, энергетики, где мы ее берем, где она черпается, с каких источников, у нас Артур расскажет более подробно. И это сон как раз тоже то, на что влияет наша энергетика. То есть сколько нам нужно спать. Ну, давно доказано, что большинство, если там не 99% болезней человека, это связанное с питанием. С неполноценным питанием. Вот поэтому мы сегодня сейчас, ну, как бы, в основном время тратим на разговор о питании. Ну, есть еще очень важный фактор, это психосоматика. Кто знает, что это психосоматика? Эмоции наши, да? Да, это... Это... Это форма. Это, да, это наши мысли. Это, насколько мы позитивным мыслям, негативным мыслям. Это отношения в семье, отношения с близкими, да? Насколько мы получаем внимание, не получаем внимания. То есть как дети болеют, бывает даже очень часто, когда они отделены вниманием, они болеют. Потому что привлечь внимание. Так же самое и старики тоже очень часто так. Это подсознательно, это не специально, но это подсознательно, это очень легко вызывает, то есть психосоматика. Я столкнулся с этим в 2012 году, будучи уже сыроедом, попал в больницу с язвой двенадцатиперстной кишки. Все обрадовались уже. Ну вот, наконец-то доигрался, теперь ты уже одумаешься и вернешься к нам. Но это была, как причина была, это было психические переживания. У меня был прошлый брак, мы очень тяжело расставались, у нас была полтора года война. Война закончилась в больнице, кроме течения, язвы. Я убедился, что будучи сыроедом, физический спорт, и все классно, все, учите, пите. Но тут в голове очень важный момент. Поэтому рекомендую всем, мы сразу, как говорили, опережу чуть-чуть, рекомендую всем гармонично работать, развиваться во всех направлениях. И с мыслями работать, и с физическими нагрузками, и с энергией работать, и с питанием работать. Все вместе, в комплексе обязательно. Ну, самое интересное, что то, что мы разобрали все факторы, то, что влияет на здоровье, это все мы можем выбирать. То есть мы можем выбирать, как нам, если мы никак не можем повлиять, например, генотип, да, некоторые моменты, мы не можем никак повлиять. Но мы можем поменять отношение к этому, правильно? То есть мы прямо или косово, в любом случае, меняем на любые факторы, которые влияют на нас, на нас, на жизнь, на здоровье. Вот. Есть два варианта. Играем в игру болезни и лечения. Да, так те, кто ходит в докторан, или в доктор, вот, и лечит болезнь. То есть уже следствие тех причин, которые вызывают эти болезни. Либо играем в здоровье. Ну, я выбрал здоровье в 2009 году. У меня умер папа от рака. Он тяжело болел и умер. И в этом году я принял решение для себя изменить свою жизнь. Ну, и максимально повлиять на жизнь от любих, хотя бы близких. Но сейчас уже повлияем, уже на большее, расширяем от любви влияния. Вот. Игра, здоровье. Что нужно для того, чтобы играть в игру? Правила. Правила. Какие правила игры в здоровье? Кто знает. Есть законы природы, да? То есть если мы, как бы, творение природы, да, человек, то есть законы природы. Как сказал Гиппократ, лечит болезни врач и не излечивает природу. Вот. Какие законы природы мы знаем? То есть, да. Природа скоротечно меняется. Есть мастерное начало, рассвет, конец. Да, есть природные, да, такие циклы. Биоритмы. Закличности, биоритмы, да? То есть мы так же самое. Мы засыпаем, просыпаемся, там, очищаемся. То есть это, ну, много есть разных вариантов берега. Что еще? Видовое питание. Да, то есть каждому, то, что природа создала, миллионы лет создавала, да, у каждого животного, либо живого существа на земле есть какое-то видовое питание, которое было предназначено изначально природой. Да? Что еще? Взаимосвязь всех живых существ. Да. Конечно. Мы тоже создавались миллионы лет, и все гармонично, все должно вместе быть. Закон любви есть, в общем, знаете? То есть мы начинаем с чего? С любви. Любви к себе, прежде всего. То есть если нет любви к себе, если человеку абсолютно наплевать на себя, то, вы видите, здоровье тоже, как бы, это бессмысленно. Первое, надо начинать принятие себя и любовь к себе. Закон постоянного роста и развития. То, что растет, ну, в природе, да, то живет. То живет, что живет, то растет. То есть мы постоянно растем, развиваемся, обучаемся, изучаем и так далее. Закон причины и следствия, да. То есть у каждой, там, болезни или у каждого какого-то мероприятия все есть причина. Везде так есть. Закон притяжения, да. Тоже очень важный закон, это когда, о чем мы думаем, то мы и привлекаем. Например, мы играем в любви лечения болезни, говорим о болезни, что мы делаем? Привлекаем болезни. Мы играем в здоровье, привлекаем в здоровье, да. Вот, как бы, самый простой пример. Что еще есть основные правила питания? Как мы питаемся? Когда мы кушаем? Когда хотим. Чувство голода. Чувство голода, да. Ну, это тоже, как бы, все продумано. Когда мы хотим кушать, а не когда, там, накрытый стол, или мы увидели вкусняшки, или, там, время завтракать, время обеда, да. Есть голод, мы пришли, покушали. Какие еще правила питания? Питание? Да, жизнь. Питание. Жизнь, живая еда, да. То есть, то, что живое, это жизнь. То, что мертвое, это смерть. То есть, мы кушаем жизнь, живем, расцветаем, кушаем смерть, но вот. Техногенная еда, да. Да, даже по питанию техногенная еда. То, что искусственно сделано, это не по природе, это изначально, как бы, яд, и не предназначен для питания человека. То есть, это, ну, рекомендация сразу исключить такие моменты, все, то, что сделано техногенная упаковка, чипсы, жмемся, там, все это синтетическое. Ну, кушать в меру, да. То есть, вот так, чтобы уж, там, выносить ее за стола. Кушать в меру. Мера во всем должна быть. Как у мера, с техедины, да. Еще 7-9 порций овощей и фруктов в день. Это рекомендация международной жирного табаконения, да. То есть, те, кто не сыроеды, среды больше следа это знают. Вот те, кто не сыроеды, это им рекомендация. 7-9 порций овощей и фруктов в день. Почему? А порция 20, какого размера? Порция, порция, это то, что вмещается в ладошку, это порция. Почему? Потому что наша... Есть такая штука микрофлора. Кто знает, что это микрофлора? Бактерии. Ты врач, ты измораживаешься. Есть бактерии, тут есть. Есть полезные, есть не полезные и так далее. Есть протокенная флора. То, что мы кушаем, мы кушаем определенные бактерии-кормим. То есть, мы их кормим светила, а именно эти бактерии. А чем мы их кормим? Мы кормим продуктное питание, которое мы поглощаем. То есть, например, там, спаржа и так далее, и так далее. Она поглощается определенным видом бактерий, которые полезны для нашего организма. Что-то другое поглощается другим видом бактерий, которые могут нановарить. Супер. А кто с тобой? Поаплодировать. Ты врач? Майдс хелф. Ты врача. Да, но я не знал, например, что микрофлора – это большой эндокринный орган. Один из самых больших. Печенний большой орган. И микрофлора – это тоже большой орган. Весом 2,5 на 3 килограмма. Здоровая микрофлора. Да, но микрофлора – это самая большая масса, она занимается в ЖКХ. И она питается исключительно клетчаткой. Патогенная микрофлора, вот то, что Катя говорила, это гнилостные бактерии, они питаются всем остальным. А живой клетчаткой, растворимая клетчатка питает, как раз, микрофлору живую, то, что нам нужна микрофлора. Поэтому и рекомендуется кушать овощи, фрукты не меньше 7-9 порт. Вот, ну, мой опыт. Я перешел, почему я уже говорил, что в 2009 году, у меня была масса различных заболеваний хронических, как псориаз, эпикондилит, суставы проблемы, лишний вес, отдышка, боли в спине, в суставах, очень много таких хронических, варимый бетрохииты, горло, синуситы, очень много аллергии там разные и так далее. То есть, многие болезни, когда уже врачи говорят, что это не лечится, ты уже смирись с этим, сидись на таблеточке гормональной, кушай их и потихонечку там мажься и привыкай. Он говорит, что мажься с землей, да? Да, я в какой-то степени уже привык, что там что-то болит, что-то чешется, нормально. Думаю, ну все так живут, и я так живу, у меня там уже 40 почти, значит, пора уже не задумываться. Да, ну сейчас уже по-другому, да, только 40. Вот, и я год начал изучать, то есть, я усиленно начал изучать, читать, то есть, я не знал, что это сыроедение вообще, не представлял, что можно там кушать от него вообще. То есть, я начал очистительную процедуру, изучался, изучал, в 2011 году уже как бы перешел на сыроедение, постепенно, постепенно, в результате очистки, перешел на сыроедение. Вот, что я получил? Ну, я сбросил лишний вес, порядка 35 кг, все весил там 95 сейчас. Есть фото, есть фото, в ВКонтакте, кстати, у меня есть специальный альбом, у меня есть старые фото. Что бы, ну, избавился, как бы приобрел здоровье, абсолютно здоровье, больше энергии, ну, повлиял на мышление, энергетика, интуиция больше, то есть, больше чувства, творческие эти моменты больше развиваются. То есть, как бы, лично такой вот, да, начал зимовать в районах. То есть, вторая зимовка у нас в районах. Потому что потянуло сразу, как бы, как бы, как перешел на среднее, очистился организм, сразу потянуло мне в твердые края, почему-то стало некомфортно зимой. Ужасно. Раньше мне было нормально, как бы, вроде бы, ну, зимой, как бы, хорошо, нормально. Жиру не переносили, сейчас, наоборот, жиреет, было нормально. Какие, с кими трудностями, кто не перешел, столкнетесь вы? Самая большая трудность – это отсутствие поддержки. Когда близкие, друзья, родственники начинают смеяться над тобой, ты как пальцем, там, ты умрешь, так нельзя, нужно мясо, где-то белок берешь и так далее. То есть, это все нужно пройти, пережить. Самое сложное – это первый год, когда все смеются над тобой, когда-то падает вес, когда ты похож на дистрофика, и все радуются, говорят, вот, ты скажешь, что умрешь и так далее. Самое важное – это перейти этот момент в один год, а потом уже проще. В том уже все начинают, там, смотреть, вон, а он жив еще. Он стал лучше и лучше, выглядит. Вот, и все моменты очень важны. Что еще? То есть, надо быть готовым к тому, что родственники, близкие вас не поддерживают. Ну, есть такие, кто поддерживают, да, но это очень мало. В основном, для них нет поддержки. Вот, если нужно будет искать какое-то окружение в соцсетях, так вот мы сейчас встречаемся, да, какую-то поддержку, чтобы вести какие-то эти ноги и чувствовать эту поддержку, что-то на правильном пути, что-то, да, молодец, все нормально, так все надо, иди. Вот, что может еще поменяться? Поменяться может работа, место жительства, круг общения, друзья. С некоторыми родственниками иногда приходится поменьше избегать общения, потому что они негативно влияют. Ну, у меня, например, у меня есть семья поменялась, но все поменялось. И бизнес, и работа, ну, все абсолютно. Проплоть до места жительства, где живем. А такие рекомендации, ну, вот, из моего опыта, ничего не идеализируйте. То есть, ну, надо реально это взвешиваться, не идеализировать ситуацию, не взвешиваться, не придавать большого значения. Вот, то есть, ну, нормально, как бы, в среднем, чтобы было такое отношение. Вот. Никого не тянуть за собой. Не кричать, вот, я нашел там какой-то способ, и это супер для всех, идем со мной, и так далее, тащить там за собой. То есть, все покрутят пальцем его искать, скажут, что это ненормально. Все этого не нужно делать. Хотя бы, там, годика два-три, чтобы прошло, чтобы у вас все поулеглось уже, чтобы вы, нормально уж, там, организм стабилизировался, вы стали похожим на человека, да? Потому что, когда вы такой изнеможденный, тащит-тащит за собой, люди неправильно понимают. Человек в какой-то секте, изнеможенных соки все выжимает. Вот. Ну, слушайте свой организм, по ощущениям все. Чувствуйте, что вам нужно, что не нужно, с кем общаться, с кем не общаться, что вам кушать, что не кушать, информацию принимать, какую нет. Потому что очень много информации, очень много опыта. У меня свой личный опыт, да, у Олега свой, у каждого свой опыт. Если, ну, примерять на себя это не нужно, но нужно изучать опыт каждого человека, чтобы выбрать свой путь, свой вариант, то есть, выиграть очень важный вариант. Ну, и такие технические моменты перед началом сыроедения, при переходе обязательно чистки. Какие чистки? Мы знаем, как чистки. Как они не продавали. Да. Мы не продавали. Очень много вариантов. Расскажите, интересно. Сыроителька, где мы, когда мы видим, на немки, можно сказать. Смет, на кучу, 20 дней. Расскажите. Это тоже свой вариант чистки. Их очень много. Это нужно пробовать, какой вам лично подойдет. То есть, у меня была касторка. Сейчас, вот я рекомендую, плаву беру, в СОЛЬ. То есть, разные варианты. Одним касторка никак не идет. То есть, по-разному. Это все индивидуально. То есть, если нужно кому-то конкретно, в соцсети я ставлю визитки. Пишите. С удовольствием поделюсь информацией. Очистка ЖКХ, в первую очередь. Очистка печени. Антипаразитарная программа. Это очень важный момент. Вот. Чтобы так улыбать. Знаете, да? Это ЖКХ просто. ЖКТ. 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 Что я еще рекомендую? В момент перехода очень сильная детоксикация. Ну, у каждого тоже индивидуально. Если молодые люди переходят, это очень вообще поражает молодым людям, которые переходят. У них все легче проходит. У них не такая зачинкованность в организме. Все нормально. У более людей уже в возрасте, кто уже накопил там шлаки. Вот Артур поделится, да? Сколько он накопил. Кто избавляться... Никому моих шлаков не надо. Поделится опытом. Избавляемый шлаков. Да. То есть, что я рекомендую? В такие вот моменты очень сильно не хватает питания, питательных веществ в организме. Дополнительные БАДы витамины. Ну, как бы рекомендация моя личная. То есть, я что потреблял? Мультивитамин, омега-3 и кальций-магний. Вот эти основные моменты. То, что я пропадал. Очень важно обращать внимание, чтобы это были живые витамины. Живых витаминов не так много, а то, что в аптеке продается весом синтетика. Вот. Мы используем компанию Nutrilite продукции. Это 75 лет на рынке. И они живые. У них своя технология. Именно живые растения делают живые витамины. Дальше. Очень важна дисциплина. Самодисциплина. Самодисциплина. То есть, раньше я думал, что дисциплина – это зависимость, это очень плохо. Надо заставлять себя, что-то делать и так далее. Сейчас я понял, что дисциплина – это путь к свободе. На самом деле. Ну, это для меня лично, опять же, я покажу свой опыт и вывод. Но очень важна дисциплина. То есть, если мы делаем что-то, то если мы не дисциплинированы, каждый день мы что-то делаем. Зарядку, взяли. Если очистку решили, приняли решение очистки, значит, очистку делаем. Какие еще рекомендации? Фиксируйте результаты. Положительные результаты. То есть, маленькие даже достижения фиксируйте на бумаге. То есть, вы что-то достигли, что-то сделали, что-то там заменили, там, сахар, допустим, на мед, это уже достижение фиксируйте. Никогда ни от чего не отказывайте. То есть, отказ – это очень плохо. И, ну, здесь мы, конечно, не понимаем, когда мы что-то ему отказываем. Меняйте. Замещайте. Заменяйте, да. Ищите варианты, альтернативные варианты. Ну, последнее, что рекомендую, почитать книги такие. Один сделан то, что повлияло на меня и на мое сознание, и переход. Живая кухня. Живая кухня, да. Взлом техногенные системы. Последняя книга. Рекомендую, что я читал, то читайте. Есть аудиоварианты, если надо будет. А Виктория Бутенко, «12 год к сыроедению». Мне лично помогла. Не знаю, послушайте, почитайте, кто не читал. Наполеон Хилл, законы победителей, Году Шефер, законы успеха, и Сияшу, вот вниз пока не поздно. Все эти книги рекомендую всем, кто не читал еще, прочитать. Обязательно. Если все-таки, несмотря на все трудности, решили все-таки переходить, менять образ жизни, то что нужно сделать? Поставить цель. О постановке цели нам расскажет Екатерина сегодня. А о медицинской точке зрения, о диагностике нам сейчас расскажет Олег. Поприветствуем Олега. Олег.